Снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Сегодня замечательная погода, я решил немного покататься на байке. Давно у нас не было покатушек. И заодно рассказать что-нибудь полезное вам о Японии. Ну, например, про домашний интернет. Многие меня спрашивали, какой же домашний интернет лучше подключить. То есть вообще в Японии какие есть интернет, какие провайдеры, ну и сколько это стоит. Но про это все можно будет рассказать в данном видео. Ну, заодно показать вам, как оно в Японии выглядит осенью. Да, сейчас осень, середина примерно. Так, какой же есть интернет в Японии? Ну, на самом деле в Японии очень много разных компаний по интернету. Это начиная от сотовых операторов, которые вы все знаете. Это и софтбанка, и ее, и докума. Ну, и заканчивая там разными другими операторами. Типа Flex, там, U-Mobile, потом, ну, DTI. И много-много разных других. То есть, в чем их отличие вообще? По факту, по факту, в Японии существует только один, скажем так, владелец всех линий. Это NTT, компания NTT. Соответственно, у нее в активах находятся все вот эти оптоволокно и все линии кабельные. Кабельный интернет, весь это принадлежит NTT компании. Если вы, ну, выбираете среди провайдеров, то тут есть разные варианты подключения. Ну, например, вот я подключался к компании BigLob до этого. BigLob, ну, это такой тоже провайдер. Поначалу все было отлично. То есть, у нее и скорость, все хорошо было, но... Цена такая была немного, конечно, завышенная там. Средняя цена на интернет примерно 4000 йен. А у этого BigLob было, ну, где-то там около пяти, порядка. Так вот, мне не очень понравилась, конечно, цена такая. Ну, понятное дело, что я не собирался устанавливать там... Себе самый дорогой интернет, я хотел что-то подешевле. Мне просто предложили, когда я переезжал в дом, я взял. Ну, как вариант, некоторые люди берут WiMAX еще. Тоже, когда переезжают там... Ну, это одно из самых популярных решений, это вот WiMAX. Ну, если вы берете WiMAX, это не значит, что он будет стоить... Ну, так дешево. В сравнении с другим интернетом. У нас был WiMAX. В этом доме, где я жил на... На Итабаше до этого. Мы пользовались WiMAX. Скорость такая себе, конечно, там была. Это не Ethernet, не 100 мегабит, но примерно 40-30 мегабит будет. В целом нормально. Но если вы включаете микроволновку или какие-либо устройства, которые создают сильные помехи для радиоволн, то интернет может пропадать. Ну, это мне не очень нравилось. Поэтому я решил у себя дома, когда я переехал, поставить нормальную линию. Ну, то есть проводную сделать. В WiMAX это как бы все равно беспроводная линия. Там выдается этот модем. Ну, Wi-Fi роутер, да, он называется. Либо это идет, ну, как бы, роутер уже в доме стоит. К нему сим-карта там, все дела. И все равно... Ну, это одно из решений домашнего интернета. Второе решение домашнего интернета. Там типа флекс, как-то так он называется. К чему люди его берут? Давайте поедем туда, посмотрим, что там. Утрисовые поля, он рис сушит уже. Во, все. В магазинах бытовой электроники есть офигенные скидки. Для тех, кто подключает этот флекс. Ну, например, как вам там сказать. Вот вы хотите купить себе ноутбук игровой. Или там телевизор, или там холодильник. И думаете так, ну, как бы... Вот вы только переезжаете, хотите себе установить. Ну, замечательный вид такой открывается. Не знаю, там вам видно, нет? Нормально? Да, прикольно. А туда дальше, там это рыболовное, значит, озеро. Туда можно проехать и половить рыбки. Ну, если у вас есть интерес к этому, на рыбалку. То есть, вот, пожалуйста, в городе, вот, буквально тут и проехал я. Там, минут пять-десять. И вот можно уже рыбку ловить. Озеро небольшое. Ну, оно хватит, чтобы рыбы ловить. Вот вы переезжаете в квартиры, и вы все хотите взять, например, холодильник новый или стиральную машину. Со скидкой. Так вот, этот флекс, значит, они подключаются... Ну, как подключаются? То есть, они находятся в сотрудничестве с компаниями по продаже бытовой электроники, такими, как там, вот эти вот, E-Dobage Camera, P-Camera, и тому подобное. И при покупке какой-либо техники, если вы подключаетесь также к домашнему интернету, вот, от этой компании Flex, то компания бытовой электроники делает вам большую скидку на данный товар, что вы хотите купить. Ну, например, холодильник. И бывает, доходит, там, до 50% скидки. Это очень выгодно, конечно. Если вы хотите купить какую-то вещь со скидкой, плюс вам еще нужен домашний интернет, то, ну, как бы, да, очень удобно. Но, хочу вам сказать, что, если вы подключаетесь в таком, ну, случае, там обязательный контракт идет, ну, на 2 года. То есть, вы обязаны, как бы, эти 2 года там с ними, ну, пробыть. И ничего плохого не могу сказать про эту компанию, но цены немного будут, конечно, завышены, естественно. Потому что, ну, сами понимаете, что компания, которая дает скидку на бытовую электронику, например, там, 50%, это очень большая скидка. Может, например, быть около 80 или 50 тысяч иен. Ну, конечно же, им надо же как-то это... Полиция что-то торчит. Тут поля, видите, красиво. Поля, и тут же вот, это школа. Это с левой стороны школа находится. Вот, видите. Поэтому цены на такой интернет домашний будут завышены. И, ну, как бы, получится так, что вам нужно будет через 2 года, возможно, переподключаться. Но это не проблема. Ну, как бы, зато вы получите сразу скидку и домашний интернет. Насчет скорости, я не знаю, сколько у них. Но обычно в Японии, где-то, если вы подключаетесь к домашнему интернету, где-то до 100 мегабит в секунду, где-то скорость идет. В отдельных случаях, если вы используете там оптику, ну, к примеру, ваш дом проведена оптоволоконная линия, и провайдер может ее, как бы, ну, может оформить вам этот план на оптоволоконную линию, то в этом случае вы будете пользоваться оптоволоконной линией со скоростью уже там до 200 или до 1 гигабита. Ну, до 200 мегабит или до 1-2 гигабита. Что очень выгодно. Также, ну, оно все стоит не очень дорого. То есть, как вам сказать, не очень дорого. Средняя цена, как я уже говорил, 4000 йен. Я вот могу рассказать на моем примере. У меня стоит провайдер DTI, такой же, как и сотовая SIM-карта, сотовая телефона FreeSIM. Но я подключился к этому тарифу не потому, что, я имею в виду, к этому провайдеру подключился не потому, что у меня сотовый телефон. Я к нему подключился гораздо раньше, чем подключил телефон к нему. А из-за чего? Потому что компания BigLog, которая у меня до этого была, она немного урезала скорость. Ну, то есть, как сказать, урезала скорость. То есть, если я платил до 100 мегабит скорость, у меня должна была быть, то у меня частенько бывало, что, ну, скорость там проседала до 30-20 мегабит. То есть, возможно, много компаний или много людей пользуются данным интернетом, данным провайдером в моем районе. И поэтому скорость падала. Я перешел на другой. А, ну, еще там не работали peer-to-peer сети, естественно. Есть такие провайдеры, в которых отключены peer-to-peer сети. И независимо от того, что вы хотите делать с этими сетями, то есть, они их не могут включить. Но есть провайдеры, у которых эти сети включены по умолчанию. Так вот, я перешел на провайдера DTI, потому что, ну, у меня не хватало скорости. Мне нужно было, чтобы быстрее интернет работал. Потому что я также загружаю видео на YouTube. И мне скорость загрузки нужна высокая. Также, если я, например, буду скачивать какие-либо там программы или игры, например, со Steam и с того же, мне также нужна высокая скорость интернета. А в компании BigLob ее не было. Я перешел на компанию DTI, и мне сразу же предложили установить бесплатно, ну, как бы расширить свой пакет до 1 гигабита. И я согласился, очень выгодно, тем более, что по цене DTI выходил не дешевле, чем BigLob. То есть, я сейчас плачу за интернет, за домашний, примерно 4100 йен. Это очень мало за 1 гигабит скорости. Вот, компания NTT, видите? Это вот как раз одно из, ну, главный такой, как сказать, маникационный центр в нашем районе. Вот, это их здание. Как раз где стоят все коммутаторы на оптику. На данном провайдере я перешел уже давно, примерно 4 года назад. И, да, на сегодняшний момент у меня нет никаких нареканий к его работе. И я могу сказать, что очень хороший провайдер. При этом, как я уже говорил, цена везде примерно одинаковая. Что вы платите в EIU за домашний интернет, примерно 4 тысячи или 4,5 тысячи. Что вы будете платить другой компании, совершенно не имеет значения. Потому что, ну, цены примерно одни и те же. И связь, ну, очень хорошая. Связь очень качественная. Никаких проблем вообще ни с одним провайдером. Имеется в виду, чтобы там разрывы какие-то, неподключения. Такого не было. То есть, в сравнении с Россией, вот я вспоминаю, когда у нас только проводили там DSL. И у нас постоянно какие-то проблемы были с интернетом. Из-за интернета, вообще мы ждали там, я не знаю, сколько лет. И проблемы все равно оставались. Ну, в Японии с этим проблем нет вообще никаких. Домашний интернет подключается прям легко. Вам, скажем так, даже не нужно будет отключаться от провайдера автоматически. Это все происходит, потому что, то есть, вы, если хотите перейти на другого провайдера, вы просто звоните ему или там, это, заходите на сайт, регистрируйтесь. И после этого они вам присылают заявление. Вы заполняете это заявление, либо там от руки и отсылаете почту, либо это заявление заполняется на сайте. После этого вы его, значит, отправляете им туда. И через какое-то время вам приходит ответ, что все, мы вас подключаем в такой-то, такой-то день. Они сами звонят или просят отключить того провайдера, к которому вы подключены. То есть, вам ничего туда звонить не надо. Ну, обычно так, я не знаю, может быть, каких-то провайдер, ну, надо еще и самому отключаться. Но у меня такого не было. То есть, я обратился к другому провайдеру. А именно, как я подключился к дитя, я пошел в офис Докума, ну, у меня был еще телефон Докума тогда. И мне предложили, говорит, хотите, вот у нас появились новые провайдеры к интернету. А я знал, что EntityDocum, они являются, как бы, главным держателем всех линий. И у них самое большое количество провайдеров, там, на выбор очень много. То есть, и я посмотрел, выбрал один из самых наиболее выгодных для меня и по цене, и по скорости. И, как бы, я сказал, да, вот я хочу к этому подключить. Сами сказали, ну, все хорошо, тогда мы сами свяжемся с вашим предыдущим провайдером и отключим вас от него. Я говорю, ну, окей. И все, через там неделю, может быть, около двух недель они отключают и подключают вас уже к новому провайдеру. Если вы переезжаете в новый дом, ну, к примеру, вот вы купили дом там, да, и вы туда переезжаете, или вы арендуете дом, вот его только построили, естественно, там для интернета у вас, чтобы вам сделали интернет, вам нужен оптоволоконный этот, ну, конвертер там, да, он как. Который из оптоволоконной линии в Ethernet переделывает сигнал. Обычно его устанавливают провайдеры, к кому вы обращаетесь. Они ставят такой уже конвертер сами. И вам предлагают за него там платить можно просрочку. Ну, вот у меня, например, было просрочка на два года там по... Что-то там очень мало, в общем. По тысяче, что ли, иен, или там по 900. Иногда бывают скидки, что они предлагают вам подключиться к их нему провайдеру, и при этом вам не нужно платить за этот конвертер, но просто нужно вам два года пользоваться интернетом их, и все. Ну, я вот как раз попользовался два года, и он мне достался. Что можно еще сказать про... Ну, какая машинка? Это же этот был, Fire Lady Z. Что можно сказать еще про провайдеров? Ну, на самом деле, вообще с этим проблем никаких нет. То есть конкуренция очень огромная, и монополистов практически нет в районах. Ну, ни в одном уже не осталось, мне кажется, таких мест, что где-то там только такой был провайдер, больше никто, и он только диктовал свои цены, там, и условия. Нет, это уже давно прошло. Сейчас все гораздо более проще сделали. Мне нравится. Вот в этом плане в Японии молодцы. Ну, а что касается подключения домашнего интернета и мобильного интернета к одному провайдеру, ну, у некоторых провайдеров есть скидки, такие комбы, да, там, если вы и то, и то берете, а у некоторых нет. Поэтому тут как бы зависит уже от самих операторов, к кому вы обращаетесь. Напоследок, как же найти и подключиться к домашнему интернету? Ну, вот, например, вы живете где-то, и как подключиться к домашнему интернету? Да все очень просто. Как я уже говорил, один из самых простых способов это прийти, например, в офис Докуму, ну, с этого оператора, да, там, и у них спросить домашний интернет провайдеров там. Можно через них сделать, можно в ИЮ сделать, также в софтбанке, если вы там хотите софтбанк подключить. Зависит уже от вас, как вам нравятся, какие операторы, какие провайдеры. К тем и идите. В интернете искать, ну, можете искать, можно через, как я уже говорил, через офисы сделать. Причем они подключают даже к тем провайдерам, которые осуществляют интернет-регистрацию только. То есть у них нет своего офиса. Поэтому вообще проблем нет. Ну, и потом заключайте договор, естественно, там указывайте свою кэш-карт. То есть именно кэш-карт, не кредитку. Да, вот кэш-карт указывается, ну, японская, японского банка. И уже с нее автоматически списываются деньги ежемесячно. Все отлично. Вот и все, я думаю, на тему домашнего интернета. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, не забывайте подписываться, ставьте лайки. И делитесь этим видео с друзьями. Я думаю, многим будет полезно узнать эту информацию. Но также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну, а с вами был Дэн. До новых встреч. Пока.